Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Вечер понедельника, а значит на главном телеканале Якутии. В прямом эфире еженедельная информационно-аналитическая авторская программа считаю важным. Программа, в которой масштабируется тема и детализируются обстоятельства. Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Есть такая шутка. В России только два сезона – зима и подготовка к зиме. Сегодня мы актуализируем еще раз тему северного завоза, точнее, наверное, северного довоза, поскольку основной завоз происходит в период летней навигации. Я подготовил эпиграф к программе. Он звучит так. «Самые счастливые люди на Земле – те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия». Юлиан Семенов, 17 мая весны. Вот мы сейчас посмотрим, насколько мы здесь счастливы или несчастливы, и как мы можем... Потому что мы, наверное, не можем, собственно говоря, вольно обращаться со временем и, наверное, опасаемся за последствия. Я представляю участников сегодняшнего выпуска министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Гаврил Прокопч-Левин. Здравствуйте. Заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Виталий Семенович Якачев. Добрый вечер. Депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Владимир Михайлович Ленов. Добрый вечер. Первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО Якутской Энерго Сергей Юрьевич Гаврилов. Спасибо, что пришли. Заместитель директора управления автодорог Республики Саха-Якутия Алексей Алексеевич Федоров. Алексей, вечер. Добрый журналист. Корреспондент ТАСС. Сусанна Рожина. Сусанна, рад приветствовать. Несколько частей, собственно говоря, программы. Программа будет в двух блоках, с перерывом на рекламу. Поэтому начнем первую часть. Назовем ее так. Что сейчас происходит? Что делать сейчас? Гаврил Прокопьевич, вопрос к вам первый. На сайте Министерства ЖКХ и энергетики ежедневно публикуются вот эти вот самые сводки с фронтов. 22 февраля. По словам министра ЖКХ и энергетики, прям цитата, Республики Саха-Якутия Гаврила Левина, благодаря страховому запасу топлива село Березовка обеспечено углем до начала марта. На сегодняшний день в Березовке запас угольного топлива составляет 40,4 тонн до 2 марта. Через 4 дня, 26 февраля. Продолжаются работы по пробивке автозимника Среднеколымск-Березовка. Задействованы два К-700. По состоянию на 26 февраля запас топлива в селе Березовка составляет 40 тонн угля. При среднесуточном расходе 3,1 тонны. Достаточность топлива обеспечена до 10 марта. Первый вопрос легкий. Сроки использования запасов отодвинулись. Со 2 на 10. Сроки лимита. Введен режим экономии, жители Березовки стали меньше топить? Ну, пока нет. Такой режим не ввели. Так. Тем не менее, в связи с тем, что сегодня продолжается пробивка автозимника, сейчас рассматривается вопрос о возможно экономном потреблении. Но дело в том, что, да, эти остатки топлива, последние данные, это уточненные данные до 10-го. Ну и в связи с погодными условиями еще и появляется, ну, как бы, экономия, да. Ну, там тепло, там не холодно, во всяком случае. Да, да. Холода, мороза отстучали. Второй вопрос потяжелее, хотя, может быть, он тяжелее только на первый взгляд. Что это, опечатка или нет? И 22-го, и 26-го февраля запас угля одинаковый. 40 тонн. Они не топят? Ну, видимо, опечатка, да, скорее всего. Ну, наверное, там уменьшение какое-то все-таки есть. И, тем не менее, остается до 10-го марта, это точно. Это точно. Это подтвержденные данные и по дизельному топливу, и по углю. Ну, это замеры сделаны, соответственно, мы имеем сегодня фактические остатки, на которые вот сегодня озвучиваем. Давайте снимем, может быть, напряженность каких-то других участков. Трасс, дорог, зимников, сезонных вот этих вот, да, дорог. Что происходит, Андрюшкино-Колымская? Пробита дорога, да? Да, сегодня открыта. Сегодня открыта? Да. Опоздание было какое-то там, два дня вроде бы, да, наверное? Должно было быть, 25-го. Да, ну, там 10 километров участка замело, но сейчас там российская идет, то есть эта дорога уже функционирует. Давайте попробуем динамику выдерживать в программе. Сергеевич, наверное, к вам вопрос, а по всей видимости к вам. Вообще возможно было топливо заранее завести? Он на поверхности, вопрос его невозможно не задать. Ну, заранее завозимое топливо, дополнительные затраты. Потому что это денежные средства, которые, мягко говоря, замораживают на достаточно приличный период времени. А на это, естественно, должны быть предусмотрены в тарифах, источники и так далее. То есть в связи с тем, что ресурсная база, она ограничена, поэтому в любом случае любое предприятие пытается минимизировать эти запасы. Завести, конечно... А цена при хранении, то есть... Ну да, это дополнительные затраты на закуп, на завоз и на хранение. То есть это существенные цифры. Возрастают. Конечно. По сравнению с себестоимостью. Конечно. Понятно. То есть это удорожание, значит, которое ложится на киловатт-час, и, естественно, значит, мы стремимся их минимизировать, эти затраты. Сергей Юрьевич, а можно, да, уточняющий вопрос? А в связи с тем, что сейчас тарифы подняты на многих участках, да, какие все-таки денежные нагрузки будут приходиться на компанию? Ну, это будут убытки. Убытки, да? Да, убытки компаний, которые, значит, ну, возможно, будут компенсированы в последующие периоды регулирования. А, возможно, и не будут. А кто несет вообще финансовые расходы, финансовое вот это вот бремя при нынешнем аврале? Предприятия. Предприятия. Ресурсники, да. Ну, тем не менее, нормативные страховые запасы, они давно уже созданы, они ежегодно пополняются. Соответственно, ну, они и сидят в тарифе, если это нормативные, а сверхнормативные, конечно, убытки предприятий. А, то, что касается ГУБ, ЖКХ, это же, получается, будет бремя ложиться на бюджет республики, потому что это госкомпания? Ну, в какой-то степени, да. В прошлом году решением правительства было принято решение по 12 лусам, где труднодоступны населенные пункты, поэтапное увеличение страховых запасов. В прошлом году увеличили 10 500 тонн, это 173 миллиона рублей вложено, да. То есть автозимникам было по Пятианабарский, Абыйский, Верхоянский, Нижнеколымский, Среднеколымский районы были завезены. И плюс еще навигации было завезено. Вот, поэтому в планах этого автозимника тоже сидит страховые запасы для труднодоступных населенных пунктов. Но сегодня стоит задача доставить до местного назначения именно вот плановые объемы, чтобы обеспечить нормальное прохождение ОЗП следующего периода. Спасибо, Сусан, кстати говоря. А кто мне ответит на вот такой вопрос? Я слышал от компетентного человека, от представителя Сахаэнерго еще месяц назад, что при длительном хранении, вот не уточнял, правда, при каком длительном, в каком сроке это исчисляется хранение дизельного топлива, оно теряет свои физико-химические свойства. Ну да, это действительно так на сегодняшний день. Это за 10 лет или за год? Нет, это, значит, производитель дает гарантию на один год. На один год. Да, потому что, значит, дизельное топливо класса евро 4, евро 5, да, оно, значит, производится с использованием добавок. Присадок. Присадок, да, значит, и, соответственно, эти присадки гарантированно работают в течение одного года. А потом не гарантированно? Потом дальше не гарантированно. Что будет дальше, трудно сказать. Но обычно присадки эти выпадают в осадок. Хорошо. Пока в осадок мы все выпадаем здесь. Наверное, Виталий Семенович, наверное, к вам такой вопрос. С подъездом он такой будет. Поселок Обях. 474 человека. Житель Николая 50 лет. С одного из информационных сайтов. Цитата. Продукты дорогие, фрукты и овощи нам только снятся. Зима длится больше 9 месяцев, поэтому на пособное хозяйство рассчитывать не приходится, ничего не успевает созреть. Так что во всем надеемся только на предпринимателей. Если они не рассчитают время покупки товаров по отношению к провозу зимника с Якутска, или не успеют отправить контейнеры свои водным путем река-море, или не сумеют подсчитать, какой нужен запас продуктов, чтобы дотянуть до того же зимника между поселениями, то нам крышка. Но пока что они справляются. Мы все время говорим об энергетических запасах дизельного топлива, угля. А что с продуктами? Так, ну, по продовольственным товарам, что касается социальных значимых, да, по линии Кутапторг, они у нас осуществляются и реализуются по заявкам муниципальных образований. То есть, если в каком-то из населенных пунктов на сегодняшний день нет продуктов питания социального назначения, то, соответственно, либо глава заявку не сделал, либо сделал ее в том количестве, ну, то, что не хватило до открытия автоземника. И такие случаи у нас были в Колымском. Я вот сам выезжал туда с правительственной группы, как раз с энергетиками. Мы пробивались туда с топливом и завозили туда продукты питания. Значит, ситуация какая вышла? Глава Колымского сделал заявку, но при закрытии дороги не учел то, что есть родовая община. Родовая община приехала и, получается, скупила тот весь запас продовольственных товаров, который должен был быть на население. То же самое было в поселке Хаир. Значит, приехала экспедиция, которая занимается у нас там мамонтами, и скупила тот товар, который принадлежал для населения. Поэтому здесь при подготовке заявки надо учитывать все моменты. И то, что и родовая община есть, и население прибывает, в том числе экспедиция, либо там перевозчики, дальнобойщики. Надо и такие факторы учитывать. Но лучше перестраховаться, наверное, чем недостраховаться. Я не буду говорить точно, цитировать пословицу, потому что у нас прямой эфир. Мы говорим, делайте запас продовольственных товаров на месяц, чтобы быть спокойными. Этим главам так пальчиком кто-нибудь погрозил вообще хотя бы? Понятно, вопрос в воздухе повис. А люди там, живущие сейчас, они недообеспечены, получается? Ну, надо смотреть именно каких продовольственных товаров. Я думаю, то, что мука... Их 12 социально значимых продовольственных товаров. Там мука, сахар, ну, мука для выпечки, да, для населения и для пекарни. Сахар, значит, соль, чай, там, ну и остальные. Вот. Поэтому здесь надо смотреть индивидуально, по каждому муниципальному образованию. Действительно, делали заявки. Ну, и почему вообще закончился товар? Понятно. Понятно. Я пока перейду на тот диван. Сусан, пожалуйста, спросите. Да, я хотела задать вопрос по березах. Я как раз-таки сегодня общалась с администрацией села, и они сказали тоже по продовольственным продуктам, то, что у них есть социальные значимые продукты, а вот фруктов, овощей, естественно, нету. И они делали заказ при прилете, допустим, в Сан-Рейс. Например, Сан-Рейс прилетел, привез им продукты. Растительное масло, допустим, у них не было, привезли растительное масло. А вот в селе Березовка, которое отрезано на данный момент, и дорог нету, помимо Сан-Рейсов есть какие-нибудь возможности завезти туда продукты? Ну, учитывая то, что на сегодняшний день дороги нет, и топлива завезет, понятно, что только авиации можно доставить, да? Вообще у нас по Якута-Пторгу она практикуется тема, называется завоз авиационный расширенный ассортимент. Ну, в народе называется зеленые рейсы, где заводятся овощи, фрукты, колбасы, да? Здесь тоже мы работаем от лимита, который у нас на сегодняшний день есть, от тех финансовых средств, которые заложены. Если какая-то экономия будет от других муниципальных образований, кто не будет заявки делать по этому, тогда мы эту экономию переправляем на, значит, те районы или муниципальные образования, которые заявку свою подают. Прецеденты? Есть такие? Прецеденты есть. В прошлом году у нас, значит, Алинигорск, село. Я вот в этом году был на отчете правительства, были очень благодарны. В прошлом году Нижний Колымский и Жиганский районы отказались от зеленых рейсов. И мы с Белой горы сделали стыковочный рейс на Алинигорск. Завезли две тонны туда свежих овощей, фруктов. А на основании чего населенные пункты отказываются от зеленых рейсов? Ну, нету потребности, потому что предпринимателей завозят. Ну да, естественно, предприниматели завозят. Но они дороже получают? Дешевле. Ну, дешевле, да. Имеется в виду, зеленые рейсы дешевле, а у предпринимателей дороже. Нет, зеленые рейсы дороже. Потому что авиация. Конечно. Ну, естественно, да. Смотря, откуда везут. Сейчас я здесь добавлю еще. И с этого года мы переходим на завоз расширенного ассортимента овощей и фруктов именно автотранспортом. Ввиду того, чтобы покрыть ту потребность, которая сегодня есть. Но мы ее авиацией не можем всю полностью покрыть. У нас всего в год порядка 75 авиарейсов только. Понятно. Поэтому будем дополнительно мы автомобильным транспортом завозить. Алексей Алексеевич, там будет большой блок потом у меня еще вопросов, пока я к Владимиру Михайловичу обращаюсь. Владимир Михайлович, у вас есть пример какой-то о качестве того керосина и дизельного топлива, которые привозятся. Поделитесь, пожалуйста. Не только керосины, не только нефти и продуктов питания. Это один из, может быть, основных вопросов. И он из года в год повторяется. То есть мы пробьем, мы туда довезем. Что мы туда довезем? Ну, надо подчеркнуть факты. 3000 тонн завезли керосина авиационного, некондиционного. Это Устьяна? Почему? Это Черский. Это Черский. Зеленый мысль. А теперь преодолевают героическими усилиями, фильтруют этот керосин на нефтебазе, а потом еще в аэропорту. И все это дополнительно затраты, и, слава богу, и безопасность прежде всего. Кто это допустил? На каком участке вот этого пресловутого северного завоза от Усть-Кута керосин дошел сюда вот до Зеленого мыса? Ну, а возьмем прошлый год. Мы сейчас сразу забыли, что ли? В Чекурдахе Баигнер, Бирелех в стадии были замерзали, нефть завезли, которая некондиционная нефть, и не знали, что делать. То есть, понимаете, если вот нашей передачи не хватит, не для того, чтобы отрицательные факты только перескать. А я не знаю, что страшнее. Не надо быть готовыми, их нельзя допускать. А я не знаю, что страшнее даже, некачественный продукт питания или некачественное топливо. И то, и другое, наверное. И продовольствие также. Мы сколько консервных банок списываем? Тысячами просроченных. А просроченное молоко и многие другие продукты. Дело в том, что это связано с чем, прежде всего? С отсутствием закона современного о гарантированном обеспечении, жизнеобеспечении населения Баигнера. Так вам и карты в руки, Владимир Владимирович. Каким образом? Ну, правительство два года не может внести данный проект, обещают из года в год, обновленных с точки зрения последних требований. Ведь требования какие? Заметьте, вот с февраля этого года в России вводятся продуктовые электронные карты. Для малообеспеченных. Ну и что, мы ее обсуждаем? А у нас в Арктике кто живет? Малообеспеченные люди. Там нет у нас фабриков и заводов, где зарабатывать большие деньги. В оленеводстве заработные платы мы знаем какая? Ну, 20 тысяч добились. У рыбаков сезонные 14 тысяч по факту. Они что? У нас продуктовая корзина значительно выше. В России думают об этом, а у нас до сих пор даже не говорят, о гарантированном обеспечении продовольствия. Поэтому отсюда и факты, когда мы говорим, ну что такое 50 миллионов? 78 тысяч живет в Арктике. Население. Всего. 50 миллионов на авиационные. Они закончились уже эти овощи, еще как только привезли в ноябре месяце. А я под козырек беру, мы поговорим обязательно об этом, мы поднимем эту тему. Безусловно. Совершенно, потому что говорить о негате, как вы говорите, да, можно... Закон должен быть гарантированный. Безусловно. Там заложены деньги и все механизмы. Сусан, теперь я вас спрашиваю. Немножко времени остается до рекламной паузы. Вы были в составе того самого журналистского десанта, Усть-Куйга, Депутатский, полторы-две недели назад. Вы своими глазами встречались с людьми. Ну, во-первых, две минуты. Во-первых, как их настрой, людей, живущих там, это во-первых. Во-вторых, ну, с чем вы столкнулись таким, чем можно поделиться? Там есть ли недополучение, вот, какой-то режим экономии? Режима экономии как такового нету. Но при этом люди, которые живут и в Депутатском, и в Усть-Куйге, они достаточно такие оптимистичные. И для них, они понимают, что они живут на севере, и на севере может случиться всякое. То есть они к этому относятся с таким, знаете, житейской простотой, я бы даже сказала. Ну, да, у нас есть, хватает угля, у нас дизель, электричество, у нас есть. При этом, как бы, никаких таких настроений упаднических у них нет. Даже когда мы, будучи в Усть-Куйге, мы заходили в школу. Ну, по школе это отдельная тема, там, конечно, на старость. Сейчас в этом году поселок Усть-Куйга отмечает 50-летие со дня своей официальной регистрации. И там живут более 700 человек. Если раньше в этом поселке жили 5000 человек, то сейчас, как бы, там остались 700 человек, которые, естественно, влюблены в этот поселок, влюблены в север, и никуда оттуда уезжать не собираются. И для них сложившаяся ситуация, она, как бы, даже не настолько критическая, как может показаться нам, людям, которые там не живут. Но это не значит, что об этом не надо говорить. Ну, конечно, естественно. Дорогу к тому моменту, когда мы туда приехали, она уже была пробита. Дорога была, это, как нам сказали дорожники, дорога пятой категории, односторонняя. При этом есть кармашки для двухстороннего разъезда транспорта. Сусанна, спасибо большое. Мы вынуждены прерваться на рекламу. Алексей Алексеевич, начнем с диалога с нашего с вами, вторую часть нашей программы. Реклама. Продолжаем актуализировать тему северного завоза. Алексей Алексеевич. К вам вопросы. Давайте актуальные сводки с фронтов. Чего говорят? Когда зимник до Березовки? До Березовки, да. Но на сегодняшний день прошли 40 километров. Получается, работают две единицы техники. ИП Доурова, тяжелый гусеничный бульдозер и вспомогательная техника. Было принято решение привлечь зырянки, индивидуального предпринимателя, у него есть тяжелый гусеничный бульдозер, ну как большой артиллерийский тягач. И вот попросили его, чтобы он приехал и все, дорогу пробил до Березовки. До морковки на Заговение ждать или сколько? Сколько, сколько, но где-то неделю. Неделю? Да. Ну так, чтобы люди тоже услышали на самом деле. Хорошо, а две единицы техники, это нормально, это достаточно? Ну три сейчас уже, или это, в общем, маловато будет? Если так посмотреть, это, если будет больше двух, они будут друг другу мешаться. Ну они могут посменно как-то или... Ну и так, по два бульдозериста, получается, двухсменная работа организована. А насколько я знаю, там две машины сломались, они вернулись в Средниколымск и ждут их часей. Да, совершенно верно. Ну это форс-мажорные вещи, они могут... Техника ломается, конечно, да. Гвозди бы делать из этих людей, а техника, собственно говоря, наизносит. Я бы поспорил, даже элементарная безопасность, в случае чего, должен обязательно две единицы, как минимум, работать. Ну хорошо, тогда есть такой вопрос, подвисающий в воздухе, где их взять? Купить. Купить. Так, хорошо, у кого? Кто-то зарабатывает на этом деньги. В Санкт-Петербурге. И кто это должен делать, собственно? Государство должно купить, которое так хорошо принесет. Государство, создав казенные предприятия, Дороги Арктики, мы взяли на себя ответственность огромную обеспечить гарантирную доставку грузов в зимний период. Для этого создали казенные предприятия Дороги Арктики. Да. Ну для чего создали? Для того, чтобы было гарантирное обеспечение. Надо его срочно насытить той техникой. А сегодня работают частники, вы слышали, да? А вот про частников тоже расскажите. Ну а что рассказывать? ООО. Ну а что рассказывать? ООО Кулар? Да. Барабанский Александр Васильевич? Да. Который в течение уже 20 лет в одном лице обеспечивает от Северного до Тикси. До Тикси. 400 километров. Один. И два трактора. Содержит дорогу. 82-го года выпуска один. Другой 86-го года. Ну и как вы думаете? И хорошо, что это то наледи, то еще что-то. Дорога-то стратегическая. А возьмите второй вопрос. Протодиаконов Вадим ИП. В этом году обеспечил зимники Валаихи. ИП. Ну и на берелег. Вот сейчас пойдут машины на берелег. 400 километров. Какие-то преференции этим людям? Льготы? Возможно ли? Преусматриваются ли? Вот лично есть поручение сегодня главы республики Барабанскому выделить технику. Вот в какой форме это будет выделено, вот я как народный депутат буду контролировать. Пока нет такого решения в министерстве транспорта и в правительстве. Понимаете, в чем дело? Я с чего начал, да? Вообще-то, конечно, светлое будущее это за предприятием дороги Арктики, газенные предприятия. Это гарантированно. Это самое мудрое решение было правительства в Арктике за последнее время по дорожному хозяйству. И уже результаты есть конкретно. Нужно сейчас сделать передислокацию, так, да? Усть-Куйгу надо делать центром, как это было раньше. Было предприятие самое лучшее в республике. Техника. Ян Автодор. Поэтому все нужно сделать так, как было в соответствии с требованиями. Требования еще исходили. Золото Транснаб, когда добывали 10 тонн золота, олова. Гарантированно обеспечивали. Было 47 тысяч населения. И все было нормально. Потому что дислокация, как мы говорим, сегодня логистика была выверена временем. Десятилетиями. А потом все сломали. Сейчас нужно восстановить. И сделать надо быстро. А вот смотрите, вопрос, собственно говоря, ко всем участникам. Давайте такую легкую ретроспекцию сделаем. Вот мы говорим сделать как было. А как было? Было лучше? Все работало, да? Что изменилось? Что поменялось? Почему возник этот... Ну только что сказал же Сергей Юрьевич. О чем он сказал? Что все ляжет даже не на его плечи, а на наши плечи. На тарифы. Были государственные резервы, которые освежались из года в год. Резервы, а не только страховые запасы. Понимаете? Их нужно вернуть. Это федеральные полномочия. Мы сегодня обсуждаем вот свои возможности. Это же мы создали казенные предприятия. А вот федерация создала казенные предприятия. Аэропорты севера. Потому что мы доказали, что невозможно 33 аэродрома на бюджете республики содержать. И представьте себе, что 10 лет назад, даже меньше 9 лет назад, мы 80 миллионов выделяли на содержание аэропортов. И когда уже все они превратились в банкротов, и когда все-таки правительство республики, президент республики доказали в Москве, было создан такое казенное предприятие. Сегодня предприятие полтора миллиарда рублей в обороте. Понимаете? 750 миллионов зарабатывает, 750 из казны. И вопросов нет к аэропортам. Дай бог, больше было техники, и мы летали бы, возили продовольствие. Вот ведь какое решение. Поэтому, коль принимается решение, оно должно быть поддержано финансово и материально. Понял, услышано. Гаврил Прокопович, а на ваш взгляд, вот эта ситуация, которая, как люди пишут в соцсетях, например, складывается из года в год, но сложилась она вот сейчас, например, в частности. Та ситуация, которую мы обсуждаем. Это системный ли кризис, да, вот о чем мы сейчас говорим. То есть, эта система подвела к тому, что вот сейчас складывается так. Или это просто идеальный шторм? Знаете, вот такое есть понятие, когда весь негатив сошелся в одной временной точке. Погода, я не знаю, тарифы, там, все что угодно совершенно. Это что, или и то, и другое? Ну, мне кажется, в те прошедшие года эти вопросы решались, да, год на год не бывает, да. В этом году, действительно, это чисто природное явление, которое метеорологи доказывают, есть официальные данные, что выпало очень много снега. Соответственно, теплая зима, ну, и речки, озера не замерзали. Ну, тут и недорожники, никто не может... Высу писали, что со ссылкой на гидромедцентр, что последний раз так и получили в втором году. Я еще раз говорю, вот благодаря своевременно принятым правительствам решения о страховых запасах, вот мы держимся на сегодня. Сегодня ситуация стабилизируется, кроме Березовки. Ну, надеемся, через неделю идет наращивание завозов. Про остальные арктические и северные районы можно говорить, что нормализуется ситуация, да? Конечно, сейчас везде дороги есть, сейчас предприятие набирает обороты, сейчас дополнительно идет мобилизация техники, вот, поэтому, ну, мы задачу до конца зимника обязаны решить. Да, да, да. До 20 апреля, кстати говоря, должно все закрыться. Да, да, совершенно верно. А я, кстати, спрошу, это реально, это выполнимо? Конечно, реально. Хорошо. Вы хотите, да, я вот хотел добавить то, что действительно для себя, вот, как бы, определил, что на сегодняшний день та ситуация, которая сложилась, она сложилась вот из трех факторов, да? Есть и объективный, и субъективный, и объективный мы уже назвали, это погодные условия, да, которые сегодня... Субъективный, надо тоже здесь, конечно, отметить, финансовое тяжелое состояние у ресурсов собирающих организации, в частности, в глубже лично-коммунальное хозяйство, да, потому что нам надо понимать то, что на сегодняшний день дороги открываются, и надо в этот короткий срок, в течение двух месяцев нарастить технику и нагнать тот запас топлива, который упустили. Вот, ну и третий фактор, конечно, о чем говорил Владимир Михайлович, это надо умощнять на сегодняшний день дорожные службы. Это вот у нас дороги Арктики два года работает, и надо действительно их базировать уже в Устьянском районе. Ну и начать будем? Будем. Обязательно. Да, чтобы не было такого, что вот снег в пять раз норма выпал, и мы не знаем, что с этими сугробами делать, да. Должна быть, соответствую, сейчас спецтехника, бульдозеры более тяжелые, вот. И я полагаю, что у нас уже наш разговор так, он быстро достаточно пролетел, сейчас будем близиться к концу. Ну, о том, что сейчас и кто виноват, в общем, да, мы проговорили, будем двигаться к тому, чего делать дальше, на самом деле, да. Мы подготовили скриншоты с одного из ресурсов информационных, с форумов, точнее, да. Вот давайте посмотрим, просто обратим на какие-то внимания, эвакуируете людей из этих поселков, зачем вы заставляете там жить? Тут замечательно, чтобы каждый год пилить на северном завозе, значит, кто-то пишет, для чего это нужно все, да. Да, сейчас дальше, сейчас сменится картинка, может, кого-то снимут за срыв северного завоза. Эти поселки ничего не производят, так давно бы ликвидировал один пенсионер, а в день нужно завозить 7 тысяч тонн, там тысяча рейсов в день посчитано, да. Потому что вот государство положило все затраты на переезд на самих жителей. Объявить конкурс на создание сверхпроводимого вездехода, северян на материк, оставители неводов и тех, кто как-то связан с вахтовиками. Пока у нас такая некомпетентная власть, так и будем жить, не скажу где, где там написано, собственно говоря. Ну, про вездеход комментировать не буду, всепроходимые, каждое ведомство должно заниматься, как говорил писатель, своими делами, да. Ну, вот люди жаждут, во-первых, чтобы кто-то за это ответил. Ладно, тоже оставим без внимания. Там правильно посчитали про то, что тысяча рейсов в день надо, там какие-то цифры приводят? Ну, наверное, это все от лукавого, в общем, да, пишут. Вопрос такой. Вы знаете, я это читал даже в федеральной прессе, и достаточно много, о том, что мировой опыт освоения Севера показывает, что не надо там, да, содержать людей в поселках. Я понимаю, что вопрос очень такой тонкий, да, щекотливый, может быть, да, в чем-то. Ну, вот люди, да, безусловно, политические. Но люди-то пишут, собственно, вот, а давайте вот, чтобы жили здесь, а там вахтовым методом. Да давайте так, я скажу, да? Да. Я сказал уже, 78 тысяч всего живет у нас в арктических улусах. Это в 13 улусах. Не везде так вот плачевно, как мы здесь говорим. А те, которые по побережью, там всего, ну, я даже не буду, ну, 7 тысяч в Устьянском районе, 3 тысячи, около 3 тысяч в Алайховском улусе и так далее. Суть в чем? Те люди, которые живут сегодня на побережье, это есть служивые государевы люди. Россияне прежде всего. Россияне. Не надо забывать. Это нужно подчеркивать везде. А вот я хочу, чтобы это прозвучало. На самом деле, для тех людей, которые пишут вот это. Вот послушайте меня, да? Поэтому социальная защита у них должна быть гарантирована. Я же только что сказал. Вот почему сегодня Минпромторг России, правительство России принимает решение о продовольственных карточках, электронных, чтобы их отоваривать на продукты социально значимые. А мы, например, мы делали это в 90-х годах, когда было совсем тяжело, когда было ликвидировано централизованное снабжение. Нам нужно к этому вернуться, но это должно быть гарантированно завести продовольствие. Смотрите, что получится сейчас в Абыском улусе. На будущий год мяса не будет. В этом году пойдешь лошадей, тысяча с лишним голов попало. У них останется всего 700 голов лошадей, несколько десятков коров и 500 голов оленей. Что они будут кушать? Значит, нужно пересматривать нормативы, завозить им мясо. А в Алаховском улусе вообще животных нет. Всего 7 коров осталось. Хорошо, помимо службы, я хочу закончить. Минуточку, я хочу закончить. Поэтому это нужно менять срочно, вернее, добавлять нормативы и гарантированное обеспечение продовольствием в Арктике. И это должна быть. Федеральная, прежде всего, программа. А вот сейчас мы обязательно об этом поговорим. Централизованное. Централизованное снабжение в Арктике. Это требование. Дальше упаковка, сроки хранения. Это требование федерального закона должно быть. А у нас своего закона нет. Понятно. Ну, в общем, действительно, в прямое подошли к вопросу, что дальше делать. В общем, на самом деле, видит Бог, я не хочу и в следующем году делать подобную программу о героическом исправлении ситуации. Да, хочется, чтобы все было нормально на самом деле. Стоит ли изобрести северный завоз заново? Вот на первый взгляд, ответ очевиден. Сергей Юрьевич, вот я вас сейчас процитирую месячной давности. От 23 января. Сейчас такая длинная цитата будет. Ну, не маленькая. Считаю, что должна быть разработана достаточно гибкая система доставки дизельного топлива. Ежегодно меняются природные условия. Нужно переходить к более гибким схемам. Сейчас существуют стандартные схемы завоза топлива. Стандартные схемы работы дорожников. Стандартные схемы работы по зимникам. Надо, чтобы дорожники привлекали более легкую технику. Чтобы в более ранний срок открыть зимники. И вы очень много говорили про транспортников. Я очень хочу, чтобы вы какие-то инновации озвучили от лица энергетиков. Значит, ну, безусловно, необходимо внедрять системы энергоресурсосбережения. Это позволит привести, завозить меньшее количество топлива. Но за год не внедрим. За год безусловно. Но, тем не менее, значит, пример депутатского. Мы раньше туда завозили, значит, около 40 тысяч тонн угля. А сейчас, значит, 18-20. Это реальных действий, значит, объемы экономии. Значит, это снижение затрат на перевозку. Ну, и прочее, прочее. Это, значит, то же самое повышение энергоэффективности домов жилых, да. Они позволят сэкономить, значит, на завозе топливоэнергетических ресурсов. Сейчас вы скажете про альтернативную энергетику еще. В том числе и альтернативную энергетику, которую мы реализовываем постоянно и практически ежегодно. Солнечные батареи, значит. Но они, ну, тоже это время, время, время. Более эффективные. А вообще, каждый на своем уровне должен разрабатывать различные варианты доставки. Новаций. Инноваций в том числе, значит, дорожники должны предусматривать. Потому что, ну, вообще, север это зона непредсказуемого, понимаете, погодных явлений. Сегодня может быть так, завтра так. И наверняка, значит, вот подобные случаи со снегом выше полутора метров, они были там лет 15-20 назад. Которые успешно преодолевались, значит, другими методами. Варианты должны быть. А вот вариант, например, да, вот кому мне задать такой вопрос, адресовать его. А почему бы не ввести проектное управление северным завозом, да, создать проектный офис? У нас же внедряется проектное управление, да? Почему бы не северным завозом его сделать, чтобы он был таким северным завхозом, в конце концов, чтобы было с кого спросить? Ну, правительство этим занимается, вот, постоянно. Но пока мы не находим вот федерального, ну, как бы, поддержку, да. Но сегодня этот вопрос, как бы, тоже актуален. Вот поэтому в этом направлении идет работа. Возможно, и действительно, как и проектное управление, правильно говорите? Ну, кстати говоря, тоже на поверхности, наверное, да, вот эта вот мысль. Владимир Михайлович, к централизованному управлению подойдем. Виталий Андреанов, тоже мой коллега, говорил об этом, что республика фактически остается один на один с этим северным завозом, конечно. Дело в том, что в далеком 96-м году мы смогли убедить руководство Российской Федерации, правительство, и нам гарантированно просто дополнительно выделено было 3 миллиарда рублей для именно северного завоза. Это для тех возмещений, вот, транспортных, прежде всего, затрат и так далее. Еще раз повторяю, это вообще полномочия федеральные. Федеральные. Отсутствие закона об арктической зоне, отсутствия вообще его нет, не существует. Поэтому какие программы нет даже социально-экономического развития в Арктике? Та, которая была, ее отменили, новую не нарисовали. Так где конкретные финансовые источники для жизнеобеспечения? То есть мы в межсезонье в каком-то оказались. Ну, это однозначно. Еще раз подчеркиваю, в авиации возить, значит, фрукты и овощи, которые просто необходимы сегодня, вот завозили 250-280 рублей картошка. Вот сейчас зимник открыли, я только что разговаривал с Белой горой, картошка уже 75 рублей, у нас на рынке 35-50. Представляете, да? 280-250 или 75 картошка сегодня в Белой горе. Привезли уже коммерсанты. Значит, что нужно делать государству? Государство должно быть впереди, а не сзади. Значит, должны что делать? Чукотский опыт есть. Где региональная власть, муниципальная власть, естественно, при главной поддержке федералов, концентрирует внимание вот на этих социально значимых продуктах. И не только 12, их нужно увеличить. Однозначно. А вот уже действительно поднимаемся до каких-то обобщений и смотрим, заглядываем в будущее. И возмещать, прежде всего, транспортные расходы, и, как сказал уже Сергей Юрьевич, вот это хранение страховых запасов на тот период, который лагается по срокам хранения. Вот что нужно сделать. Сусан, сейчас уже остается совсем немножко времени. Мы когда с вами говорили перед программой, вы сказали замечательную вещь о том, к чему надо готовиться в ближайшее время. Вот у вас сосед Алексей Алексеевич Федоров. Вот, может быть, вы ему этот вопрос как-то так зададите. Да, весной. Как мы будем готовиться к весеннему поводку? Эти гигантские совершенно залежи снеговые, которые вот-вот, собственно говоря, размоют все там, я не знаю. Колымска под угрозой, Андрюшкин, Березовка. Транспорт, они готовы к этому. Они все под угрозой затопления находятся. И вопрос как раз-таки к госкому обыжаю и Минжик-Хай, естественно, тоже. Как мы будем готовиться к весеннему поводку? Ну, сейчас подготовительные мероприятия начались. Сейчас организационные, вот, выпускается распоряжение правительства по подготовке к поводкам, что будут созданы комиссии. Ну, соответственно, сейчас идет мониторинг. Очень мало времени, Алексей Алексеевич, тоже, пожалуйста, прошу вас. Ну, в Среднеколымском у нас Лусю одна дорога, Среднеколымск-Налимск. Ее, да, ежегодно затопляет, мы ее восстанавливаем. Вот такая вот схема. Ну, все и зависит от весны, какая весна будет. Ну, подтверждаю, в Верхнеколымском, в Среднеколымском ситуация с поводком будет непростая. Завершаем разговор, уходим на рекламу, вернемся через две минуты. Третья завершающая часть программы считаю важным. Недавно жители Якутии смогли убедиться сами в том, что общество потребления еще способно на добрые дела. Тому причиной полка добра, так называемая. Правда, все равно, вот у меня, например, возникли некоторые аллюзии с различными пословицами. Ну, например, добро должно быть с кулаками. Или, например, не делай добра, не получишь зла. Верны ли они такие аллюзии? Поговорим об этом в третьей завершающей части нашей программы. Я представляю ее участниц, этой части, Ольга Николаева, предприниматель. Ольга Абертовна, здравствуйте. Педагог-психолог, Центр социальной и психологической поддержки семьи и молодежи. Татьяна Калмогорова. Татьяна, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Ольга, понятно, вы зачинатель. Вам, собственно говоря, и карты в руки, первые слова. Давайте маленький экскурс такой в историю, как это все, собственно говоря, происходило, начиналось и так далее. Очень быстро. Очень. Я увидела... Рэперно. Да, я увидела подобную полку, вывеску в интернете. Это было в каком-то российском городе. И просто подумала, почему бы у нас такое не сделать. Ну, в принципе, слово с делом не разошлось. На следующий день я заказала такую вывеску. Через три дня она была готова. Ну, вот все и начали. Как это все начнется? А как, собственно говоря, сразу начали уже откликаться на начинание? Сразу стали ставить туда продукты? Ну, социальные сети – это великая сила. Да. То есть, да. Нет, не сразу стали ставить продукты. Поначалу мы со своим коллективом, то есть родственники наших работников, мы сами клали туда продукты для начала, чтобы показать людям, что и как туда можно класть. Ну, вот, собственно, да. Это не ночь. Нет, я понимаю, потому что вслед за вами это уже, собственно говоря, это начинание уже во многих магазинах и районах Якутии. Это очень приятно, кстати. Да, безусловно. Ну, хорошо, давайте мы продолжим разговор, а это будет у нас таким… Фоном. Да, видеофоном, видеоподдержкой нашей. Итак, на кого это было рассчитано изначально? Это самый главный вопрос, на кого это рассчитано. Я, конечно, у меня нет возможности помочь всем нуждающимся, к сожалению, но это рассчитано на тех людей, у которых в данный момент, в данную секунду есть проблемы. Есть, допустим, деньги на булку хлеба или пачку молока, а не хватает на другой сопутствующий продукт. И, может быть, у них там завтра, послезавтра будут пенсии или зарплаты, или еще что-либо. Но именно сегодня им плохо. Я нисколько даже ерничать на эту тему не хочу, что не хватает на бананы, грубо говоря. Да, потому что, ну, не хватает… Речь идет о самом необходимом, насколько я понимаю. Что было в ассортименте изначально? Что клали люди? Макароны. Вы знаете, все клали. Что меня удивило, действительно, люди кладут на эту полку то, что они кушают сами. У них как-то вопрос о цене не стоит. То есть, что они сами кушают, допустим, себе купили пачку чая, то же самое купили на полку пачку чая. Люди откликнулись очень хорошо. Они кладут хорошие продукты. Но ценовая категория все равно, ведь, наверное, как бы люди не кладут туда, ну, какие-то деликатесы, скажем. Ну, так уж, да. То есть, это действительно необходимые какие-то такие. Я нисколько не умоляю. Тут не в этом даже вопрос. У каждого разные возможности. Безусловно. Кто-то кладет, допустим, пачку чая 30 рублей, да, а кто-то кладет, там, коробку тушенки купил. То есть, это порядка 4 тысяч. Да, у каждого свое. Да, здорово. На самом деле, и дай бог здоровья всем тем людям, которые так откликаются на это начинание. Но, давайте с другого, собственно говоря, конца подойдем, да, точнее, с другой стороны. А с каким потребительским отношением вот вы сталкивались? Ну, хотя бы, ну, пару примеров. Ну, конечно, да, столкнулись. Но, скорее всего, это то, что просто люди не поняли. Исключение, может быть. Исключение, да. То есть, те люди, которые не поняли, для чего это полка, и приезжали с такой претензией, что здесь отоваривают бесплатно. А вот давайте сразу снимем это недопонимание, чтобы его не было. Очень хотелось бы. Еще раз повторим, что мы обращаемся к тем людям, которые выкладывают товары для нуждающихся. И предназначены эти товары, Ольга, вот еще раз как бы говорим об этом, да, для тех, кто нуждается в них сегодня, сейчас и в этом месте даже, наверное. В этом месте, да. То есть, конкретно, у каждого бывают такие в жизни ситуации, что, ну, сегодня плохо, завтра должно быть хорошо. И то есть, мне хотелось бы, чтобы люди знали, что в эту минуту, придя за покупками, допустим, в магазин, что они могут взять что-то еще дополнительно. Но не надо приезжать с рюкзаком, якобы здесь. Не надо совершенно. Мы сейчас вывели свой способ, то есть, мы даем на руки по два-три продукта тем людям, кому действительно это надо сегодня, здесь и сейчас, им этого хватает. Они даже говорят, а вот это уже не надо, пусть останется. О, как здорово. Да, действительно, мы очень рады, что действительно стали приходить те люди, для которых это и было сделано. Татьяна, поддержите наш разговор, пожалуйста. Можно ли описать благотворительность с точки зрения психологии? Это потребность наша такая отдавать? Или? А? То есть, как я вас правильно поняла, вы спрашиваете, благотворительность – это потребность отдавать, да? А с точки зрения психологии как-то? Да, ну, суть благотворительности заключается в безвозмездности, так ведь? То есть, это, скорее всего, в первую очередь важно понимать, это не отчисление денег, да, сбор денег, а важна внутренняя именно часть. То, что человек хочет сделать добро, который хочет показать своим личным примером, да, что можно делать безвозмездно. И что это не так очень сложно. И что это не так и сложно. Да, и приятно, действительно. Вот эта вот поговорка, о которой я упомянул в начале программы, еще за этой стойкой, открывая нашу, не программа, открывая нашу, собственно говоря, нашу часть, что, ну, есть действительно такое, не делай добра и ничего не получишь плохого взамен. Надо, собственно говоря, поговорки тоже ошибаются, насколько я понимаю. Еще как, в этом случае они ошиблись. Хорошо, у нас подготовлен маленький сюжет, буквально, он меньше минуты. Давайте посмотрим, как люди, которые оставляли свои продукты, да, что они говорили нашим коллегам-журналистам. Ну, я только вчера узнала по Фасабу, что есть такая вот акция. Ну, я не стала разнодушна, конечно, очень хорошо уже такое сделали. И решила мне прийти специально, сделать людям добро. Это очень хорошо. И начало, я думаю, таких полк, наверное, будет по крошке в каждом магазине. А вы знаете, так и получается, на самом деле, что, ну, я не знаю, как сказать, начинание вот этого. Да, эта акция, она уже перешагнула и вышла за пределы города, соответственно, и развернулась, я могу сказать, масштабно по всей Якутии, по всей республике. Давайте еще отдельно поговорим вот о чем. Раз эта акция приобретает такие, как бы, вот масштабы, обращались ли к вам предприниматели, коллеги ваши за советами, может быть, за какими-то, за поддержкой? А помогите, как это делается? Пока еще нет, к сожалению. А что бы вы им сказали, своим, действительно, коллегам, какой бы совет дали, может быть? То, что это не так и страшно, а тем, кто, у кого действительно есть такое желание помочь или хоть как-то организовать такую полку, я могу только то, что сказать, я советом помогу. Но, действительно, это не так и страшно, как это показалось на самом деле, то, что вот, когда начинаешь, оно сложновато. А потом, я все-таки, я надеюсь, что это войдет в обыденность. Это требует каких-то больших затрат, не финансовых, а ресурсных, там, не знаю, моральных, от сотрудников, от ваших, например, следить за этим в оба глаза. Ну, конечно, это, да, немножко это, как бы, действительно, такое происходит. Ну, мой коллектив, допустим, вот, меня очень поддержал. То, что вот было в самом начале, как это было сложно, меня коллектив поддержал. То есть у нас не было опыта совершенно проведения подобных акций. Ну, и, кстати, я что хочу сказать, коллектив это сплотило. Татьяна, вот такие акции, вот я зацеплюсь за последние слова, они сплачивают ведь не только нас макро, но и микро, собственно говоря, коллектив. В общем, если посмотреть, да, то там не только в городе у нас, а за пределы, да, республики, в дальних районах нашего, нашей необъятной республики. То есть это сплачивает весь народ, наш якутский, российский народ, менталитет. Что чувствуют те люди, вот, опять же, с точки зрения психолога, для которых это предназначено, да, потому что, может быть, кому-то сложно подойти к полке просто. И, ну, поймите правильно, ведь есть такое, наверное, ощущение, что, ну, как бы, вот, ну, не возьму я там, да, ну, стыд, может быть, какой-то определенный. Такое присутствует или нет? Естественно, такое может присутствовать. И ничего в этом тоже, это нормальная реакция человеческая? Да, это нормальная реакция. Главное понимать, что в этом нет ничего плохого. Раз человек решил сделать добро, да, и это, скорее всего, зависит от наших внутренних комплексов, от нашей самооценки. От нашей, ну, от самооценки тех людей, которые, собственно, к этой полке подходят, да. Вы знаете, спасибо вам большое, спасибо вам отдельно, Ольга, спасибо вам, Татьяна, за то, что пришли на программу, поддержали разговор на эту важнейшую, собственно говоря, тему, которую мы, собственно, завершаем сегодняшний выпуск. На следующей неделе, в понедельник, как всегда, увидимся вновь. С вами была программа «Считаю важным». Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok